Мы её открыли, потому что с той стороны и отсюда её невозможно было вообще. Она примыкалась, примерзала. Даже дети, которые шли со школы, не могли открыть дверь. Жители одного из подъездов дома номер 8 по улице Факел Социализма периодически живут с открытой входной дверью. Дело в том, что вся вода с крыши стекает именно на козырёк этого подъезда. А поскольку сама конструкция не прилегает плотно к стене, то поток воды стремится вниз прямо по подъездным окнам и за ночь закупоривает единственный выход. Крыша не счищается вовремя снег, пятый этаж полностью льётся. И крыльцо, которое у нас в крыше, крыльца сделано, она не примыкает к дому. Эта проблема была озвучена и в том году, её можно было решить и летом, и весной, и осенью, но её ничем никто не занимался. Видно, вон на пятом этаже какая висит сосулина, которая просто разобьёт кому-то или голову, или что-то. Периодически срываются сосульки. Жители дома говорят, в свою управляющую компанию «Синергия» они обращаются регулярно, просят сбивать сосульки вовремя и чистить снег регулярно. Но работники организации не всегда реагируют на просьбы, а когда приезжают, производят чистку, по мнению жильцов, неаккуратно. Я наблюдала, когда я шла домой, они краешек с помощью вышки управляющей компанией поснимали, типа, чтобы ничего не отворилось. И ушли. И ушли. Потом вот на этой неделе тоже давали все заявки у нас в подъезд. Заявки были. Они пришли в начале недели, залезли, дорожку проделали на козырьке, и всё, и больше никаких движений нет. А счищать никто не счищает до конца. И такие ситуации происходят по всему городу. Снег на крышах начинает таять, вода стекает по стенам и балконам. Образуются огромные сосульки, которые во время оттепеля начинают падать. Особенно опасными считаются скатные крыши, потому что с них сползают тяжелые снежные пласты. Обязательной очистке подлежат дома, которые имеют скатные крыши. На данный момент на территории Балаковского муниципального района имеются дома, 281 дом со скатными крышами. На данный момент очищено 254 крыши. Мягкие кровли, они не очищаются. То есть там очищается только желоба и свесы. Крыши нужно очищать по мере необходимости. Так, слой снега, который скопился на кровле, не должен превышать 30 сантиметров. Ну а если он начал таять и появились сосульки, то их нужно сбивать, не дожидаясь последствий, когда талая вода затекает в повреждения на крышах. Если все-таки кровля течет, да так, что в квартирах капает с потолка, порядок действия таков. В первую очередь необходимо обращаться в управляющую организацию. Управляющая организация, соответственно, привлекает наших сотрудников. И в присутствии собственника происходит фиксация всех протечек для дальнейшего, соответственно, решения вопроса о возмещении ущерба. Либо управляющей компанией, либо, соответственно, подрядчик, который осуществлял ремонт крыши кровли. Отметим, что балконы – это зона ответственности собственников квартир. То есть и сосульки, и снег с них должны счищать жильцы сами. Необходимо своевременно, самостоятельно очищать балконы от сосулек и от наледя, так как в дальнейшем это может привести к несчастным случаям. Граждане, жители сами запускают те моменты, когда сосульки превращаются в огробные глыбы на их балконах. И потом возникает ситуация, по которой поднимается полгорода и решает этот вопрос. Хотя балконы – это обычно возникает на застекленных балконах. И в данном случае со стороны управляющих компаний может возникнуть вопрос о демонтаже застекленных балконов, потому что они в проект дома не входят. Специалисты управления ЖКХ проводят мониторинг состояния крыш. Если видят проблемные места, составляют письменные заявления в управляющей компании с тем, чтобы те вычистили кровли. Другого рычага воздействия на нерадивых работников УК нет, разве что обращения жильцов в прокуратуру.